Эко-сумки или другими словами шоперы – это вещь, которая постепенно заменяет нам полиэтиленовые пакеты. И если раньше это был просто кусок ткани с ручками, сейчас это дизайнерская вещь с различными надписями и принтами. Люди с инвалидностью подхватили этот тренд. В Одессе работает мастерская, в которой дети и взрослые с синдромом Дауна и аутизмом шьют льняные шоперы. Кроме того, в продаже есть и эко-авоськи. Мы как раз создаем именно инклюзивную мастерскую, где студенты могут научиться. И то, что еще не работает у нас, к сожалению, на государственном уровне, потому что законодательная база еще не позволяет осуществить такое обучение в обычных профтехучилищах. Вот у нас уже есть готовая продукция. Вот такая торба Добра. Она делается из натурального льна. Эта торба уже идет с подкладкой, с нашими бирочками. Любой человек, который возьмет ее в руки, может узнать, где сделана эта сумка. Максиму 14 лет. За время обучения он пошил более двух десятков сумок. Легко заработать деньги. Если ты покупаешь ткань дорого, то можешь продать сумку еще дороже. Всем понравится сумка. В мастерской появляется все больше студентов, и там становится тесно. Волонтеры мечтают о помещении побольше, где можно будет не только обучать шитью, но и лепки из глины, а в будущем и кулинарии. Там можно будет заниматься бесплатно. Такой проект поможет хоть немного сократить расходы родителей. К сведению, занятия для ребенка с аутизмом обходятся семьям почти в тысячу долларов в месяц. Это логопед, психолог, АБ-терапевт, бассейн. То есть это все, что нужно получать ребенку, чтобы помочь ему справиться, расти дальше и в итоге социализироваться. Часто такие расходы не соизмеримы с зарплатами родителей. Поэтому им приходится отказываться от услуг некоторых специалистов. Нарина Щеглова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».